Начало августа выдалось весьма прохладным. Скандинавский циклон является причиной пасмурной и дождливой погоды на северо-западе европейской территории России. Какой будет погода на этой неделе в Тверской области узнала Анастасия Новичкова. В последние дни погода в Тверской области была весьма переменчива. А именно облачность местами коротковременной дожди. Что ожидает житель Верхневолжья на этой неделе узнали у наших экспертов. В ночные часы практически без осадков, а днем кратковременная дождь за счет конвективных явлений. По словам синоптиков, погодные условия сохранят прежнюю тенденцию. Максимальная температура воздуха в дневные часы будет составлять плюс 23 градуса, в ночные часы плюс 14 градусов Цельсия. Ветер преимущественно с северо-западных направлений до 10 метров в секунду. А вот в выходные дни погодные условия могут сильно измениться. В Атлантике далеко образуется циклон. Прогнозируется, что он к нам придет, принесет много дождя, в основном облажного ливневого характера. И температура воздуха не будет слишком высокой. В выходные дни столбики термометров достигнут отметки плюс 22 градуса, в ночные – плюс 14 градусов Цельсия. Влажность воздуха до 90%. Переменная облачность местами дожди. Таков предварительный прогноз метеорологов. Впрочем, многие предпочитают ориентироваться по проверенным временем народным приметам. Мы спросили у студентов-филологов про самые распространенные из них. Если с вечера вы видите, что комары вьются столбом и слышите громкий стрек от кузнечиков, значит, следующий день обещают быть жарким. В то же время, если вы видите, что воробьев нет, а ласточки летают близко к земле, значит, обещается сильная гроза или ненастье. Если вы видите радугу с утра, значит, вечером обещается гроза. Если радуга долго не пропадает, значит, день обещает дожди и ненастье. А если радуга исчезает быстро, то день будет солнечным. Также можно обратить внимание на цвет радуги. Если в ней преобладает красный цвет, то день будет ветреным. Если с утра вы видите много росы, значит, день будет жарким и солнечным. А если росы нет, то обещается гроза. Приметы — это результат многолетних наблюдений, и здесь каждый сам выбирает, верить в них или нет. Но несмотря на это, приметы остаются важной частью нашей культуры, которая передается из поколения в поколение. Сохранение вековых традиций имеет важное социально-культурное значение, а порой и вполне практическое применение.